Доброе утро, уважаемые участники Второго Конгресса Народной Дипломатии. Приветствую вас. Приветствую генерального секретаря Общественной Палаты ЕАЭС Ганне Владимировну и всех участников сегодняшнего очень важного мероприятия. Народная дипломатия в сегодняшней мировой непростой ситуации играет огромную роль для наведения мостов между народами, для разрешения конфликтов, для того, чтобы мир не вошел в необратимую фазу военных конфликтов, действий, которые приведут к уничтожению всего человечества. Поэтому народная дипломатия сегодня – это один из инструментов налаживания здоровых отношений между народами и странами. В условиях, когда правительства некоторых стран ведут агрессивную политику по отношению к другим странам, по отношению к соседям, по отношению к странам, которые не готовы выполнять роль колоний и так далее. Такой пример, конечно же, в первую очередь касается позиции западных стран, которые пытаются колонизировать другие страны, превратить их в своих майонеток для выполнения тех или иных функций. Сегодня, когда отношения в мире напряжены, как натянутая струна, народная дипломатия может играть роль какого-то смягчающего фактора. И не только в политике, но и в культуре, образовании, в других сферах деятельности человечества. Простой пример сегодня просто поразительный, но факт, что отменяется даже культура. Вот русская культура отменяется в западных странах, что просто невозможно понять, а как же такое может вообще быть в странах, которые себя называют цивилизованными, демократическими и так далее. Но народы не идут на поводу своих правительств и стараются прогрессивным образом относиться и к русской культуре, и сохранять гуманитарные связи и так далее. То же самое очень важно, чтобы народная дипломатия сыграла роль в стабилизации отношений в мире. В различных регионах идут военные конфликты, сотни тысяч беженцев находятся на улицах, люди голодают и так далее. И, конечно же, народная дипломатия должна поднимать эти гуманитарные вопросы для стабилизации мира в мире, в различных его регионах. То же самое касается нас, Армении. Ведь не может быть стабилизации в регионе Южного Кавказа, пока 150 тысяч беженцев из республики Арцах находятся на улицах, во временных каких-то помещениях и не могут вернуться к себе домой. То, что произошло в Арцахе, конечно же, требует тоже вмешательства народной дипломатии, чтобы мы помогли этим людям, которые подверглись геноциду, вернуться в свои дома на Горном Карабахе. Поэтому примеров таких по всему миру можно привести огромное количество. И я думаю, что Конгресс, который сегодня начинает свою работу, имеет очень большую, важную миссию налаживания мостов между народами, налаживания культурных, образовательных связей, налаживания взаимопонимания между народами и, конечно же, функцию стабилизации отношений в мире, в регионах. Поэтому желаю очень успешной работы Второму Конгрессу народной дипломатии. Надеюсь, что сегодняшние выступления, резолюции, предложения и решения будут направлены на сохранение нормальных отношений между народами и восстановления мира во всем мире. Вам удачи, всего хорошего. С вами ваш преданный друг из Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова